здравствуйте мы находимся на площади европы в вильнюсе сзади меня чуть поодаль находится российский шизо штрафной изолятор но не настоящий а инсталляция от команды навального а рядом со мной находится российская активистка и политмигрантка анастасия шевченко нася привет привет мы обо всем по порядку поговорим и расскажем причем тут штрафной изолятора но для начала нас такая ознакомительная часть расскажи как давно ты здесь в литве и почему ты здесь я уже год в литве кстати ровно год я и забыла даже про это я уехала прошлым летом потому что потому что использовали моих детей пропаганде в школе мне это не нравилось и уехала потому что я бы сидела наверное потому что я не могла говорить то что я считаю правдой вот по двум причинам это получается после начала войны крупномасштабного вторжения все эти причины начали с особой откуда ты сама сейчас все уже знают этот город ростов-на-дону я куда не приеду все говорят из того самого ростова я вот из того самого ростова да тот самый ростов который на протяжении одного дня находился то ли в режиме двоевластия то ли в режиме безвластия за счет того что туда зашел евгений пригожин со своими наемниками стива к вагнера мы об этом тоже более подробно чуть позже поговорим но для начала собственно нужно сказать наверное да раскрыть тайну почему мы находимся на фоне шизо так называемого штрафного изолятора если говорить вкратце то российский политик политзаключенный алексей навальный который находится в заключении в колонии большую часть своего заключения находится именно в режиме шизо штрафного изолятора за различные мнимые выдуманные нарушения ну и вот его активисты решили сделать такую иллюстрацию до чтобы жители вильнюса поняли что это какие-то условия могут все зайти внутрь посмотреть ты тоже находилась в камере российской тюрьмы правда не в шизо но тем не менее каково это вот по ощущениям ну я была в изоляторе в принципе и поэтому я не очень хочу заходить внутрь но зайду конечно посмотрю потому что еще знаешь такие флешбеки все равно это просто серые стены я их называла кровать именно это по сути нары железная кровать двухъярусная раковина напротив ну вместо туалета там просто дыра в полу над дырой видеокамеры на тебя смотрят и стол и все прикручено и славка и все прикручено к полу и просто везде тараканы и у меня не было воды то есть я не сильно хочу погружаться в эти воспоминания за что за что на тебя было возбуждено уголовное дело в рамках которую его тебе пришлось в том числе посидеть в российском следственном изоляторе да даже не за что понимаешь в принципе не за что за пикет и за дебаты и за участие в семинаре в итоге все это вылилось первое уголовное дело по статье о нежелательных организациях поскольку я везде представлялась член движения открытой россии вот за это меня арестовали и потом я просидела два года под домашним арестом движение открытой россии михаила ходорковского и вот эти условия которые сейчас жители вильнюса могут своими глазами увидеть на примере этого шизо ты соответственно испытала на себе похожие условия находясь в российском следственном изоляторе у многих наверно возникает вопрос в том числе и у меня что давала на тот момент тебе силы что дает как тебе кажется алексею силы сейчас значит это же вот не только в бытовом плане ужасные условия это унижение то есть тебя как личность стирают я об этом писала свои книги они не обращаются к тебе по имени твое имя вообще не звучит там нету зеркала ты не видишь к больше как ты выглядишь там все грязно то есть это просто унизить тебя и сломать это основная задача и то что навальный не сломлен до сих пор и знать что он огромные силы воли человек ну мне без вариантов как бы у меня мотивация ты мои дети я единственная кто могу они позаботятся и конечно я всеми силами старалась выйти когда прошло два дня в изоляторе и меня повезли в суд мне сказали сумку не оставляй ты все равно сюда вернешься я поругалась с приставами забрала сумку и сказала нет я не вернусь это больше и действительно да мне отправили по домашний арест ты сказала назвала в качестве такой основной мотивации это твои дети и вот один из наверно самых шокирующих драматических эпизодов который произошел с тобой в рамках того преследования того уголовного дела ты потеряла одного из своих детей свою дочь алину как тебе удалось пережить это потрясение знаешь мне кажется они правоохранительные органы и следствия и прокуратура они именно очень жестоко к моим детям относились я тогда не понимала почему почему вообще никак не важна жизнь ребенка и здоровье моя дочь заболела бронхитом попала в больницу буквально через три дня после моего ареста и через неделю она уже умерла в больнице одна потому что ей не оказывал помощь никто там были врачи но она ребенок инвалид ей нужно было ее нужно было кормить умывать и когда я приехала меня отпустили только после того как у нее дважды остановилось сердце до этого судья не пускал когда я приехал мне с медсестра оплакала и рассказывала что у нее действительно нечего было есть вообще не было перемолотой еды для таких детей никто даже за сутки не поменяла и памперс она пришла вечером медсестра после работы решила поменять памперс просто ребенок в одном памперсе весь день искупала ее вот поднялась сильная температура и она просто сгорела и не знаю такого никогда с ней не было то есть если она болела нужно было быть мне как матери всегда рядом мне звонили предупреждали я сразу же в больнице с ней кормлю ухаживаю и она очень быстро выздоравливала поэтому я всю вину за смерть моей старшей дочери возлагаю на путинский режим но и младшие мои дети отхватили от этого режима очень много потому что сидеть с мамой под домашним арестом это значит делать все за маму это значит ты не можешь позвать друзей домой потому что домой никому нельзя это значит что ты если заболел ты не можешь доктор тебе домой не придет должен ехать один на скорой в больницу масса ограничений если ты на улице ты не можешь позвонить маме да если ты заблудился как было с моим сыном первоклассником он заблудился в мороз пошел не туда и не мог позвонить мне но просто потерялся и два часа ходил по городу то есть такая жестокость к детям тогда мне казалось удивительной потом я поняла что наверное дети больше всего и страдают и в украине и в россии к сожалению больше страдают дети от этого режима да тут нужно сказать что вот события о которых мы сейчас с тобой говорим они разворачивали в 2019 2020 годах насколько я как раз до войны и вот как тебе кажется такое вот отношение да не знаю либо безразличное со стороны репрессивной российской машины к детям до политактивистов правозащитников журналистов это какая-то целенаправленная такая политика чтобы как как ты говорил сломать человека полностью ну конечно вот смотри-ка рамурза сидит ему дали 25 лет тюрьмы да и первое что они сделали это запретить звонить детям ну зачем но в этом ведь нет смысла да почему меня не пускают дочери но в этом нет смысла я уже арестована бессмысленно но это вот такое рода такого рода давление когда я в суде просила чтобы разрешили допускать врачей ко мне домой когда мои дети болеют с высокой температурой чтобы они не ездили по скорой одни следователь я помню стала сказала что не считаю необходимым допускать врачей и детям шевченко я эту сразу запомнила на всю жизнь просто скотство по отношению к детям но тем не менее вопрос там вторая часть моего вопроса заключалась в том как тебе удалось это потрясение пережить я просто почему еще спросил потому что я знаю что этот эпизод в час в частности наряду с другими был экранизирован про тебя сняли документальный фильм который был номинирован на оскар и насколько я могу себе представить наверное тяжело согласиться решиться на съемки сниматься в фильме где вот собственно говорится в том числе о твоей дочери которой больше нет как удалось перебороть себя но он был в шорт-листе на оскар не номинирован в программе коротких документалок было тяжело заставить себя сниматься перед камерами потому что мы два года прожили вот так вот каждый раз я выходила везде видеокамеры журналисты до этого у меня полгода до моего ареста полиция установила видеокамеру в спальне следили за мной и как бы не хотелось но понимаешь хочется чтобы эта смерть моего ребенка не было просто так чтобы это что-то значило чтобы это был какой-то месседж людям вот что происходит внутри россии вот какова цена вот насколько жестокий путин и насколько жестокие эти следователи и прокуроры вот это хотелось рассказать и потом понимаешь когда ты рассказываешь историю я пока сидела по домашним арестом я писала книгу записывала каждый свой день и когда ты проговариваешь каждый раз как-то отпускаешь и становится чуть легче но конечно такое никогда не забудешь и это всех нас изменило и меня и детей безусловно можем ли мы назвать сегодня еще и тут несколько таких вопиющих примеров когда репрессии в отношении родителей касаются и их детей ну конечно возьмем историю наталья филонова я вообще родом из бурятии да и вот в улан-удэ активистка 60-летняя выходила с плакатами против войны и арестовали она сидит сейчас в сизо у него ребенок инвалид история очень похожи на мою они забрали ребенка в интернат и ребенок сейчас один когда меня арестовали тоже первым делом не сказали мы заберем твой детей в детдом то есть это главное чем они пользуются или возьми москалёва да у которого забрали дочку тоже это тульская область помог да в тульской области насколько я помню более того вот у меня есть друзья которых я считаю детьми понимаешь там 19-20 лет есть друг который сейчас сидит в тюрьме арестовали его просто перед днем рождения алексея навального к нему 7 утра пришел да не пименов его зовут к нему 7 утра пришел полицейский в квартиру не в форме он грубо закрыл дверь его арестовали за насилие над полицейским брызнул перцовым баллончиком это 10 лет тюрьмы по сути бабушка слегла с инсультом потому что он жил с бабушкой это вот целые семьи это же и дети и родители и трагедия в каждой семье где есть ну да и плюс до этого ты еще и называл в качестве примера и владимира кармузу тоже который у кассе навальному трое двое детей тоже да у кармузу трое детей на андрей пивоваров нас с тобой знакомый тоже сколько лет он не видел сидит вот так или иначе у нас проходит параллель с тобой с алексеем навальным уже неоднократно всплывает фамилия вот хотелось бы об этом тоже несколько поговорить вообще те примеры которые ты назвала за исключением навального и кармурзы которые известны во всем мире да как политики это как правило регионы в своем случае это ростов в случае с филоновой это бурятия в случае с москалёвым это тульская область насколько вообще разна разница жизнь в москве и замкадом принято считать и многие российские оппозиционеры об этом говорят что москва не россия и здесь наверное благодаря как раз таки российским оппозиционером бытует такое мнение есть ли вообще оппозиция за мкадом есть ли жизнь замкадом и можно ли назвать навального можно ли назвать навального до своей посадки именно лидером скорее всего таким московским или общероссийским ну навальный же очень много ездил по стране и были штабы везде и я думаю прекрасно знал что происходит во всех регионах держал руку на пульсе но отличие огромное когда я говорила своим друзьям у меня много друзей у сидевших в москве административные аресты отсиживали большинство наверное когда я говорила про условия в изоляторе в ростове они говорили мы просто смеялись но ты что у нас там есть можно освежитель для воздуха принести радио там матрас вы понимаешь тут вообще ничего нельзя это это просто вот такая клетка как шизо навального и и там про тебя забудут понимаешь москве все-таки журналисты приходят в суды и вот это все освещается больше в регионах и сложнее если бы не существует трагедия с моей семьей я не знаю насколько бы моя история была в медиа поэтому вот такой ценой к сожалению тебя очень быстро забывают регионах еще мне кажется силовики они такие более лютые возьми краснодар или возьми ростов-на-дону где недавно у нас просто умер человек в изоляторе следственным просто позволяет себе все что хотят можно ли сказать что россия сегодня российское общество опять же воспользовавшись тем символизмом до которым мы сегодня апеллируем находясь на площади европы в бельнесе на котором находится инсталляция штрафной изолятор что россия российское общество сегодня в целом такой шизо это штрафной изолятор ощущение что да потому что очень милитаризированного общества детки в военной форме строится в буквы z свобод никаких нет медиа свободное закрыты произносить слова мир слова война нельзя тебя за это посадят высказываться против власти нельзя смотреть то что ты хочешь нельзя потому что цензура слушать нельзя потому что есть уже иностранные агенты артисты или нежелательные и так далее да то есть ограничение собой все больше и больше и больше и больше то все напоминает клетку так было всегда или если нет то с какого момента это началось потому что все помнят наверное да и все знают что про относительно свободные 90 это ни для кого не секрет и здесь когда развалился советский союз что в итоге произошло из какого момента россия пошла вот к этой точке в которой она сейчас находится ты же понимаешь это вот так постепенно шаг за шагом мы лишались всех своих свобод если вспомнить ну даже еще президентство медведева это казалось довольно таким свободным временем несмотря на то что был конфликт с грузией который как-то для россии не остался не сильно замеченным тогда он ходил на телеканал дождь появился интернет во всех школах там интерактивные доски и все такое казалось какая-то иллюзия того что все-таки жить можно но потом возвращается путин и все с того момента просто жестче и жестче и жестче и мы оказались там где мы оказались но мне всегда казалось что путин будет всегда отыгрываться на нас то есть мы его главные враги и он продолжит воевать с нами с гражданским обществом ему этого оказалось мало либо скучно и он пошел дальше то есть 2012 год можно условно сказать возвращение путина второе пришествие но многие скажут что наверное даже нулевые да когда путин пришел к власти но все-таки понимаешь в начале он был ну по крайней мере изображал роль демократического лидера ездил по странам он гроши демократия это хорошо он называл себя демократом в принципе даже какое-то время было попытка россии вступить в нато убрать визовый режим 12 это уже черта сто процентов вот есть тем не менее обыватели до обычные жители живущие своей бытовой жизнью особенно в регионах которые никогда не лезли в политику которые считали что разгон нтв посадка ходорковского аресты политических активистов это все как-то не про нас это все нас не касается и действительно их это не касалось а сейчас сейчас они под угрозой или по-прежнему все это проходит фоном нельзя не замечать когда в каждом дворе похоронка даже люди это гибнут больших количествах уже у кого-то есть у меня одноклассник там погиб у кого-то знакомые у кого-то родственники это нельзя не замечать нельзя не замечать сильное ухудшение качества жизни нельзя не замечать огромный рост цен нельзя не замечать цензуру возможно они никогда и не читали там какие-то свободные телеграм-каналы но уже инстаграм экстремист фейсбук экстремисты там куда не двинься везде либо нежелательный экстремист террориста юнейм это знаешь то есть люди делают вид что ничего не происходит не замечать это невозможно даже атмосферу страха саму невозможно не замечать даже понимаешь я вспоминаю свой город когда началась война вот везде появились люди с оружием как-то пригожин захватил этот его я думала это как выглядело как неприступная крепость там по периметру поставили военных с оружием в масках выходили с сыном школу это рядом с моим домом и мне немного было жутковато появились постоянно свежие цветы возле памятника вежливым людям такой памятник есть ростове это значит кто-то погибал и они приносили цвет вежливыми людьми они называют а вот оккупантов которые панта появились эти люди знаешь я не знаю как это можно не замечать невозможно но это же люди с кепками за это же те же самые обычные люди это ваши соседи а да и но их мало вот я видела допустим смотрела на свои машины z не клеили и таких людей с этой символикой было мало но на государственных учреждениях везде на автобусах троллейбусах памятники вот такая обязаловка и конечно же на полицейских машинах машинах есть такая причина известная времен гитлеровской германии когда пришли там за и время я промолчал потому что я не еврей когда за коммунистами потому что я не коммунист а когда пришли за мной уже некому было говорить я вот к этому наверное больше кланю дойдут ли вот эти вот репрессии постоянно усиливающиеся до вот этих обычных людей которые которые всегда были явнее политики ну смотри за активистами пришли давно за артистами пришли за музыкантами пришли докторов отправили на фронт считай тоже пришли за учителями тоже пришли потому что что творится в школах это отдельный отдельная тема для разговора я смотрю похоронки которые приходят в социальных сетях публикует там погиб баскетболист погиб дирижер там погиб люди которые вообще не должны были оказаться на фронте и ощущение что пришли вот уже совершенно за то есть они уже начали же своих штрафовать своих сажать как был случай я не знаю ты видела ли нет там один из фермеров по моему за россию у себя на поле комбайна давали они же его оштрафовали то есть но они уже своих жрут просто а есть пример а я сейчас помню пример связаны непосредственно с тобой один из свидетелей по твоему уголовному делу сейчас отправился в колонию ну это пример кармы знаешь он главный свидетель по моему уголовному делу да он сейчас отправился в колонию за взятничество судья областного суда где мне отказывали во всех апелляциях тоже теперь сидит под домашним арестом за взятки я жду когда посадят следователя и прокурора думал должно сработать в заключительной части поговорим больше уже о войне войне которая естественно напрямую касается украинцев косвенно касается и белорусов и россиян и ты вот в том числе после 24 февраля вынуждена была уехать сюда в литву как вообще-то встретила утра 24 февраля я утром 24 февраля должна была улететь в москву и проснулась мне пришло сообщение от друга что мы никуда не летим началась война закрыли аэропорт он до сих пор не работает невозможно было выехать из города была паника не работали вернее очень сложно было купить билеты на поезд на автобус невозможно было снять наличные просто люди растерялись по что это приграничный город ростов-на-дону это все-таки граница с украиной и у меня были родственники в украине летали самолеты в небе и это были не гражданские самолеты и дети меня спрашивали что мы будем делать я говорю подождите я никогда не жила при войне мне нужно понять что нужно делать как как поступить у меня были запасы еды дома я понимала что война начнется я рассчитывала что у меня будет внизу на первом этаже бомбоубежище потом я поняла что газовый баллон был какой-то бомбоубежище странное себе выбрала то есть я готовилась но все равно это был шок конечно вот я взяла детей мы уехали в москву я я сразу думаю я уеду из страны потому что ну не могу быть частью этого этой страны больше но тогда билеты стоили что-то больше двухсот тысяч рублей и я какое-то время провела в москве подумал что детям нужно закончить наверное учебный год и надо так не под не подумав как следует уезжать тем более я на условном сроке мне нужно было ходить отмечаться вовсе я приняла решение подождать какое-то время и вот они закончили школы отметку в 500 дней войны отметка в 500 дней войны преодолена не стало ли во первых для тебя шоком первое время реакция соотечественников на эту войну и что мы вообще можно сказать об отношении россиян к войне спустя 500 дней я тебе говорила да что я ну я чувствую война начнется потому что я очень много смотрела западные каналы и там сомнений никаких не было все говорили что война начнется вопрос только был в дате я об этом говорила с людьми в россии с родственниками со своими например что война начнется и мне все говорили ну не может быть нам незачем воевать с украиной вот совершенно ни одной причины нападать на украину нет и наши военные не будут убивать украинцев потому что это наши родные люди через неделю после того как война началась эти же люди мне говорили ну а как же дети донбасса и же нужно спасти сначала а потом ну там же нацисты а потом но это же бордаться сами и он убивает и и вот так дальше дальше люди закапывали себя в этой лжи пропаганды и чтобы ты не говорил им у них уже подготовлены ответы они вот этими прямо шаблонами с новостей тебе отвечают ну главное было про детей донбасса но сейчас когда уже погибло почти 500 детей от обстрелов и от бомбежек это причина или это отговорка уже не упоминается потому что это уже в разы больше детей погибших на донбассе поэтому сейчас пошли в ход другие версии но всегда они находят какие-то оправдания и спорить было очень сложно в какой-то момент я перестала я когда сюда приехала здесь лошак показывал свой фильм разрыв связей и я смотрела как родственники спорят между собой вот мне до тошноты физически прямо тошнило того что я слышу что они говорят что я этого наслышалась очень много хотя в первые дни первые может быть недели были какие-то надежды и у нас здесь в литве что россия выйдет против этого и владимир зеленский неоднократно на русском языке выпускал свои видео обращения к россиянам но видим что ничего из этого не вышел правильно ли я понимаю что все таки это не война путина против украины война россии россиян против украины я так не могу сказать потому что все мои друзья которые там остались все мои знакомые они против они и я могу их понять потому что это страшно потому что это фактически сознательное решение сидеть в тюрьме выйти на протест против путина сейчас но это либо сидеть в тюрьме либо быть убитым потому что никаких границ нет сейчас убивать протестующих ради бога он это сделает запросто совершенно то есть мирный протест явно уже не сработало не сработает поэтому это нужны очень смелые люди которые готовы пойти против вооруженных людей такие которые на майдане вышли вот такие люди ну я просто у меня такое ощущение складывается я смотрю все эти вот видео обращения которые записывают как сами мобилизованные как их родственники и если вкратце все буквально все их можно свести к одной такой простой формуле сделайте нам комфортные условия чтобы могли в этих комфортных условиях убивать украинцев а пока нет боеприпасов нет поддержки нам это не нравится почему такое отношение по-прежнему но они воюют за деньги они не воюют за идею они воюют за деньги поэтому им хочется комфорта они видят что наверное бису снабжается намного лучше вот и все это единственная причина здесь у нас есть такая такая разная трактовка я помню опять же к эпизоду с пригожиным возвращаемся к его мятежу не до мятежу и обсуждения в различных сми и в украинских белорусских российских этого вопроса и вот я заметил что михаил ходорковский у которого ты раньше как раз таки с которым раньше работал с которым ты до сих пор имеешь тесные связи и михаил подоляк главный спикер офиса президента украины оба этот мятеж поддерживают но все-таки у них разные трактовки да если для подалека это война россии россиян против украины и мятеж позволяет приближает украинскую победу работает на победу украины по михаилу ходорковского все-таки эта война путина против украины и мятеж пригожина позволяет скинуть путинский режим то есть мы видим что здесь кардинально противоположной трактовки можно могут ли они когда-то сблизиться как вообще украинцам и россиянам понять друг друга находишь ли ты как-то общий язык с ними с украинцами мне кажется эти трактовки не кардинально противоположные истина где-то посреди я полагаю что 50 процентов поддерживающих войну в россии есть и поэтому можно наверное сказать что это война путина и 50 процентов россиян с другой стороны есть люди которые но боятся говорить я по своим друзьям вижу что просто они боятся дожидать комментарии журналистам сейчас когда пригожин зашел в город я просила все ни один не согласился всем страшно и я понимаю что не хотят идти моими стопами сидеть тюрьме или под домашним арестом поэтому где-то посредине до истина я для себя что очень важным общаться и находить общий язык с украинцами и немного проще начнем с того что у меня украинская фамилия или известного украинского культуры потом у меня украинская семья которая бежала из харькова в польше и который сейчас будет жить здесь со мной я в 2014 году пикетировала и выступала против аннексии крыма и всегда говорил что крым украинский и ни разу туда не ездила с тех пор как он был аннексирован то есть моя позиция неизменно и я помогала украинским политзаключенным там сенцову кольченко савченко крымским татарам носила еду то есть я сделала все что могла и сейчас вот такими очень микро шишками я стараюсь какие-то тонкие связи настраивать с украинцами на разных уровнях то есть там мы разговаривали с политиками высокого довольна уровня и с обычными людьми здесь в Венесе потому что здесь очень много украинцев и так нельзя здесь жить чтобы не общаться ну так или иначе мы все общаемся да белорусы украинцы литовцы в этом плане мне литва очень нравится поэтому это большой труд и это намного лет вперед вот забудет митинг украинский митинг понимаешь и я боюсь ранить их своим присутствием приходя туда понимаешь поэтому очень очень стараюсь быть такой как ненавязчивой потому что я не могу представить как им больно я знаю что такое потерять ребенка но эти бомбежки вот мой племянник который приезжал сюда из Харькова рассказывал как он за креслом прятался от бомбы и думал что кресло его спасет и когда он узнал что его брат мой сын русский он был в шоке вот просто знаешь так оттолкнулся говорит ты русский это братья я понимаю что это уйдут долгие годы ну и что я буду ждать и буду делать все чтобы показать что мы не все а вот кстати тоже поверхностный такой поверхностный вывод который многие сделали особенно вот в литве я могу на примере литвы судить да по тому же мятежу пригожина и по ростову-на-дону никто не видела там людей поддержку путина которые выходили чтобы остановить там эти танки идущие на москву но видели людей которые выходили братались с этими вагнеровцами делали селфи какие на самом деле настроение сейчас потому что я так понимаю все таки такой поверхностный вывод что люди поддержали пригожина в этом мятеже значит мне показалось очень этот мятеж он нужен был для того чтобы просто показать что мы имеем очень легко поддержать человека с оружием который на танках идет на москву потому что понимаешь он сильный у людей большой запрос на правду все устали от вранья он вроде бы говорит правду ну что неправда да что нет оружия что война там это все не нужно что мы проигрываем им нужно было это услышать и вообще надоел путин уже надоел я думаю всем даже сторонникам с другой стороны те которые против путина и против пригожина были растерянные и им нужно было вот я видел такой запрос а что делать дайте нам план скажите что делать и это большая проблема общества инфантильность и безответственность то есть мы все время ждем что что-то кто-то за нас решить что кто-то что-то нам вложит поможет спустит на вертолете и все за нас как бы сделает а вот сейчас пока отсидимся там все само собой организуется и сделается это потому что еще советское прошлое мы так воспитаны годами эти ты лишаешься самостоятельности самого садика можно только так ты не съел борщ тебе его вылили за широк сюда ходить нельзя вот это делать нельзя и вот и живешь вот этими стереотипами скованной приметами вот такое вот общество к сожалению и безнаказанность в том плане что чиновники лгут за это и ничего ты понимаешь что вот могут ворует но ничего им за это репрессии сталинские никому ничего тоже не случилось значит репрессировать можно ну что и стали не сидели ну и вы посидите и вот это подсветило такую большую проблему общество что мы не берем на себя каков на сегодня как можно оценить на сегодня масштаб эмиграции из россии ну точно миллион я общалась с людьми которые на связи с российскими компаниями мобильными операторами и вот была точная цифра что 850 тысяч симов перестали работать после начала войны то есть люди не просто уехали а уехали навсегда не используя больше ясно что этих симов больше потому что там полгода общения они у тебя дальше отключаются и т.п. и т.д. то есть масштаб очень большой как на своем примере на примере наверно тех людей из россии с которыми ты общаешься как здесь в литве так и которые эмигрировали в другие страны насколько люди смогли принять эту эмиграцию или может быть есть те кто ушел в такую депрессию ну просто потому что новое место но я часть очень много с диаспорами отовсюду если мы возьмем америку там лос-анджелес сан-франциско люди уехали навсегда но объективно оттуда не возвращаются и они строят новую жизнь это тяжело потому что нужно искать работу но там не важно что ты россияне там на твой паспорт не смотрит это америка в европе конечно чуть сложнее а те кто в литве мы здесь как будто бы многие пережидаем что что-то случится да и мы вернемся но это что здесь делают люди все-таки здесь больше работают на то чтобы была связь с россией журналисты показывают правду то что происходит да здесь очень много журналистов и каналов сосредоточены какие-то политические движения и группы проводят митинги проводят какие-то семинары вечера писем политзаключенных то есть мы здесь делаем все чтобы эту связь с россией держать помогать чем можно тем кто там остался литва тоже пыталась эту связь с россией держать в первые дни войны у нас была такая инициатива которая называлась позвони россии и расскажи правду о войне рандомно просто была база российских номеров и волонтеры могли звонить был примерный алгоритм как нужно говорить эту акцию после нового года приостановили недавно решили временно возобновить и это вызвало большой шквал возмущения со стороны литовцев но это уже бесполезно не нужно этого делать и вот буквально накануне было принято решение окончательно эту акцию закрыть на в этом плане россия для европы потеряна сегодня но мы же тоже россия вот я тоже россия наши многие из нас кто здесь пока себя другой стороны с другой страной не ассоциируем если меня где-то спрашивают откуда ты я не говорю что я извлеку я из россии я не могу сказать что потеряно в россии она никуда не денется она так и останется соседом литвы и соседом украины поэтому эту проблему просто забыв россию и знаешь там забором ее огородив не решишь к сожалению нужно будет работать с новой властью нужно что-то делать пока сейчас я понимаю что инициатива странная сама видела думаю господи звонить в россию я столько этих разговоров имела пытаясь переубедить но это один звонок никак не поможет то есть это нужно время очень много времени ну что-то делать на так так тоже не получится отмахнуться и сделать вид что россияне она все-таки есть и это что сейчас там происходит голове у владимира путина никто не знает и он непредсказуем и это опасно но если есть возможность работать с населением то нужно работать наверное это наше дело наверное мы должны делать но если для литвы для европы может быть со временем действительно россия вновь будет иметь смысл вести какой-то диалог до после того как сменится режим то как быть в этом плане с украиной украинцы россияне помириться поколение наших детей и внуков или еще гораздо более дальний процесс мои вот дети здесь в литве учиться с украинцами из белорусами и гуляют с ними дружат и общаются но они не хотят возвращаться в россии поэтому для тех кто там в россии я думаю что это на очень долгое время на поколение то есть будет визовый режим возможно вообще также будет запрещен въезд это трагедия потому что значит мне звонят мои знакомые например из питера украинцы которые просто жили в россии началась война умерла мать погибла от бомбежек брат уехал инструктор йоги воевать на фронт и человек не может не приехать не похоронить мать свою не забрать семейные фотографии это ее семья напротив войны но она не может и ближайшее время не сможет поэтому большая трагедия то что так разрушены все связи все конечно на совести путина ну единственное что мы можем в конце сказать что чем быстрее закончится эта война а под окончание войны мы подразумеваем победу украины тем просто меньше времени понадобится тем быстрее восстановится все эти связи чем дольше она продлится тем соответственно все это на более долгий срок сейчас даже не думаю о связи потому что каждый день войны это человеческие жизни этой жизни детей каждый день войны это дети которые спят в подвалах это люди которые без света люди которые хоронят своих родственников люди которые ждут и нервничают за тех кто на фронте это каждый день страдание то есть вот это нужно остановить а потом уже думать о связи спасибо тебе большое за этот разговор тебе спасибо